МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Ольги Пырочкина. Глава Чувашии сегодня побывал с рабочим визитом в Яльчикском районе. Михаил Игнатьев принял участие сразу в двух праздничных событиях. В одной из деревень открылся фельдшерско-акушерский пункт, а в районном центре сдали в эксплуатацию новый детский сад. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Седьмой в республике, первый в районе. О переезде в новое здание медики деревни Малая Ярыкла грезили давно. Условия, в которых они работали раньше, были далеки от идеальных. Тесные помещения, сгнившие деревянные полы, прохудившаяся крыша. Вкладывать деньги в ремонт старого ФАПа уже не было смысла. Здание признали аварийным. Печное отопление было. Не было водопровода, только своими силами там проводили медработники. А вот теперь стараниями правительства нашей районной администрации и местного поселения, стараниями жителей самих, прекрасно обустроили, благоустроили, построили. И теперь у нас прекрасные условия. То, что вы видели, какое здание было и какое сегодня построено для того, чтобы вас обслуживать. Это диспансеризация, это процедуры. Не надо далеко уходить, близко, рядом. Новый фельдшерско-акушерский пункт возвели менее чем за полгода. На его строительство из бюджета республики было выделено более двух миллионов рублей. Врачей вооружили современными аппаратами и лекарствами. Теперь ставить диагнозы и оказывать первую медицинскую помощь они смогут более оперативно. ФАП деревни действительно необходим. Местные жители говорят, что сюда начала возвращаться молодежь. Население повышается, деревни приезжают вон с города, молодежь приезжает. То, что возвращается, отдельные яркие примеры они есть, это здорово очень. Самое главное, население детское увеличивается. Трудоустройство. Хотя кто занимается личным ботовым хозяйством, излишки они продают, семейный бюджет пополняют, это неплохо. Район преображается с каждым годом, и это тоже отмечают местные жители. Центр села Яльчики. Недавно здесь проложили новую дорогу. Большие средства направили на ремонт этого дома. Заменили кровлю все коммуникации и благоустроили двор. Жильцы решили не оставаться в стороне и разбили возле подъездов цветочные клумбы. На окраине райцентра сегодня распахнул свои двери новый детский сад. Будущие воспитанники уже начали обживать игровые комнаты. Друг с другом они уже успели познакомиться. Почетным гостям ребята устроили концерт. Осенью здесь откроют только две группы, в следующем году еще три. Всего же детский сад сможет принять 95 ребят. Для них создали идеальные условия. Просторный спортивный зал, современный пищеблок, новая мебель. Родители называют садик настоящим дворцом. Условия очень, конечно, комфортабельные, очень хорошие. И условия, и вообще очень хорошие. И спортивный зал есть, и актовый зал, и игрушки. Очень замечательные, подходят ко всем отрастам. Территория находится под прицелом нескольких видеокамер. Безопасность гарантирована. Неподалеку от детского сада оборудовали просторную площадку для игр. Ребята уже успели облюбовать ее. Вообще, игрушки и мебель садику помогали приобретать меценаты. На подарки они оказались щедры. В новый садик детей поведут не только жители районного центра. Приезжать сюда будут ребята из окрестных деревень. В Шевле уже третий по счету детский сад в Яльчиках. С его появлением дошкольное образование в районе стало еще доступнее. Теперь в очередях не стоят дети старше полутора лет. А скоро эту проблему в Яльчиках удастся решить полностью. Медрик Валев и Николай Яковлев. Республика. Ознакомился Михаил Игнатьев и с работой предприятия по выпуску металлоконструкций. В Яльчиках оно появилось два месяца назад. Новое предприятие открылось на базе обанкротившегося завода. Цеха оборудовали современным конвейером для обработки металла. За месяц 35 человек изготавливают более 300 тонн изделий. Недавно предприятие выполнило крупный заказ для марийских предпринимателей. Из металлоконструкции Яльчикского завода возводят большой торговый центр. В ближайшие годы здесь рассчитывают расширить производство. О социально-экономическом развитии Михаил Игнатьев пообщался с местными властями на совещании. Была затронута тема повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. В муниципалитете эти поручения выполняются. Сегодня в Большом зале городской администрации пели и танцевали. Повод весьма весомый. Рекорд города Чебоксары по приведению самой массовой утренней зарядки отныне зафиксирован документально. Общий укрепляющий, утром отрезвляющий, если жив пока еще гимнастика! С этих слов чебоксарцы и гости столицы начали отмечать день рождения любимого города в этом году. Первоначально организаторы планировали, что на утреннюю зарядку к 9 утра проснутся около 17 тысяч горожан. Но по факту получилось намного больше. Самая массовая утренняя зарядка. 28 250 участников. У меня в руках еще один диплом, который на английском уже языке, и он говорит о том же самом. Только вы уже рекордсмены не просто в рамках России, но в рамках всей Европы, обойдя все европейские цивилизованные, вроде бы спортивные нации. Тем не менее, как оказалось, самые спортивные люди живут в чебоксарах. Я поздравляю вас! И прежде чем зафиксировать наш рекорд и вручить данные свидетельства, специальной комиссии пришлось немало потрудиться. Прежде чем приехать сюда, была проведена большая работа нашим агентствам. Мы сделали экспертизу данной заявки на рекорд на всю историческую и возможную глубину. Со времен царя Гороха, в прямом смысле этого слова, подняли хроники, подняли события предвоенные. Действительно, в России проводились мероприятия, подобные и ранее, на парадах, демонстрациях, и даже в виде отдельных спортивных праздников. Но никогда в таком количестве. 28 250 человек – это цифра просто уникальная. Поскольку, когда собирается такое количество народов, максимум, что они могут делать – это стоять и смотреть, как правило. Чтобы рекорд нашей столицы зафиксировали в еще одной известной книге – Гиннесса, глава города Чебоксара сегодня же подписал официальное письмо-заявку. Алексей Свистунов заверил, что у нас неплохие шансы заявить о себе на весь мир. Главный редактор книги рекордов России отметил также и нашу землячку – Татьяну Александрову, чье имя на днях тоже попало на страницы этого издания. В то время как чебоксарцы и гости столицы заряжались на самой массовой зарядке, свой личный рекорд на другом конце света на Аляске устанавливала спортсменка Татьяна Александрова, участвовав в заплыве в холодной воде. Ходил очень сложно, потому что у берегов Камчатки была вода плюс 2 градуса. Нам приходилось постоянно выходить через каждые 7 часов. Плыли по 10 минут, были большие волны. Очень-очень холодно. Было опасение встречи с морскими животными, которыми кишел остров Ратманово. Я когда приехала, узнала, что у нас здесь проводилась массовая зарядка, и была подана заявка в Книгу рекордов России. Мне это уже было знакомо, потому что я приехала с наградами. В Книге рекордов это впервые. Хотя я плавала во многих водоемах и в океане, но такого значимого события, наверное, вообще уже не будет просто никогда. Потому что Берингов пролив, он настолько опасен, коварен, и настолько там всегда плохая погода, что то, что мы сделали, это вообще с Божьей помощью. Сегодня же отблагодарили всех тех, без кого рекорд столицы мог бы и не состояться. И прежде всего, это волонтеры. 150 ребят в белых футболках с логотипом зарядки 18 августа помогали чебоксарцам найти свое место перед сценой. Ребята разных возрастов, от 16 лет и выше. Я думаю, что это огромный для них плюс, огромный опыт в их копилку при организации таких мероприятий. И я думаю, что мы будем с ними непосредственно работать на следующих мероприятиях и будем постоянно развивать и проводить такие массовые зарядки в городе. Отметили и труд тех, кто в тот день охранял спокойствие людей на заливе. Медиков, спортсменов и, конечно же, журналистов. Без диплома не осталась и наша телерадиокомпания. Напомню, что 18 августа, благодаря прямой трансляции с Красной площади, которую осуществила национальная телерадиокомпания «Чуваши», все желающие смогли увидеть зарядку со звездой и дома. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов. Республика. Сегодня исполнилось три года со дня вступления Михаила Игнатьева в должность президента «Чуваши». В июле 2010-го президент России Дмитрий Медведев из трех кандидатур предложил на утверждение парламенту «Чуваши» кандидатуру заместителя главы правительства, министра сельского хозяйства республики Михаила Игнатьева. 29 августа 2010-го года на внеочередной сессии Государственного совета депутаты наделили Михаила Игнатьева полномочиями президента республики. На торжественной церемонии присутствовали полпредпрезидента России в ПФО Георгий Рапота, главы городов и районов, руководители крупных предприятий. С 1 августа 2012-го года высшее должностное лицо Чувашской республики именуется не президентом, а главой. Это произошло после вступления в силу поправок в федеральный закон об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов России. Накануне трехлетия Михаил Игнатьев провел пресс-конференцию, на которой подвел промежуточные итоги работы за последние три года. Три года дались непросто, нелегко. Не все, что хотелось, что задумывалось, удалось воплотить, но такова жизнь. Ничего идеального в ней не бывает, не всегда все получается. Так, как хочется. С первого дня вступления должностей я заявил, что деятельность правительства Чуваши будет направлена на улучшение жизни жителей республики. Сегодня экономическая и политическая ситуация в республике стабильная. Созданы важные институты гражданского общества. Это общественная палата, знаете. Уполномоченные по правам человека, по правам ребенка. Уполномоченные по защите прав предпринимателей. Эти институты на сегодняшний день, работая и выполняя свои прямые функциональные обязанности, конечно, будут доводить соответствующую информацию. Татьяна Молкова, Анастасия Алексеева, Республика. В преддверии нового учебного года ключи от новеньких автобусов «Пежо» получили представители 22 школ республики. За такими ценными подарками приехали не только руководители образовательных учреждений, но и сами школьники. Татьяна Трофимова узнала, куда смогут теперь выезжать дети даже из самых дальних районов Чувашии. В республике уже более 10 лет работает программа «Школьный автобус». Устаревший транспорт постоянно обновляется. Только в этом году в июне школы республики получили 22 пазика. Теперь школьные автопарки пополнились и новенькими микроавтобусами «Пежо». Парк школьных автобусов всего 325 единиц. Мы ежегодно обновляли. Более чем 60% парка обновили с начала реализации проекта «Школьный автобус». Ежедневно более чем 14 тысяч детей у нас перевозятся и в городских округах, и в сельской местности, в общеобразовательные школы. Это очень здорово. Для детей, могу сказать, в наше время таких благ вообще не было. Мы ходили пешком и в грязь, и в дождь, и когда бурга. Но школу всегда хотелось. Вы хотите в школу? Да! Вот теперь мы услышали. Спасибо вам. С таким бодрым настроением буквально через пару дней эти дети будут ездить в школы на новых микроавтобусах. Однако на комфортабельных маршрутках они будут добираться не только до школы. Экскурсии, городские конкурсы и соревнования, выезды на Орленок и Зорницу для детей из районов становятся более доступными. Мы часто выезжаем на соревнования, на конкурсы в районный центр. В Новочебоксарск. Новочебоксары – это своевременный подарок, потому что наш автобус устарел, и он еще был громоздкий, а этот – компактный, комфортабельный, маневренный. Мы возим детей из 10 деревень, поэтому нам как нельзя, кстати, вот этот школьный автобус. С появлением нового автобуса настроение детей вдвойне поднимается. Эмоции переполняют. Мы очень рады, что мы получили новый автобус, тем более это иномарка. Ребята очень рады, я думаю, они как бы покажут свою радость. Мы рады, ребята? Да! Молодцы! Очень рады. Благодарим главу республики, что он сделал нам такой подарок 1 сентября. Безопасность детей прежде всего. Поэтому все школьные автобусы оснащены системой спутниковой навигации «ГЛОНАСС». Это позволяет сократить время реагирования при возникновении внештатных ситуаций. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. Перед 1 сентября на особом режиме службы находится инспектор ГИБДД. В эти дни в Чебоксарах проходит профилактический рейд «Внимание, дети!». Продлится он до 7 сентября. Как показывает практика, с середины августа до конца сентября на дорогах города происходит всплеск ДТП с участием детей. Этот период инспекторы называют адаптацией. Многие возвращаются в город, начинается учебный год, и безопасная дорога становится за главной темой. Перед днем знаний с журналистами встретился временно исполняющий обязанности главного госавтоинспектора Чебоксар Сергей Суботкин. До начала учебного года Дорожный надзор уже успел побывать с проверками в школах, осмотреть школьные автобусы и поговорить с водителями. Рядом с некоторыми учреждениями не оказалось дорожных разметки и знаков. Где-то их закрыло ветками. Сейчас замечания устранили, ответственные, но для инспекторов горячая пора не закончилась. В первую неделю учебного года они будут дежурить рядом со школами и на оживленных перекрестках. Заглянут на уроки и родительские собрания, чтобы еще раз напомнить о правильном поведении на дорогах. Причем каждый год фантазии инспекторов ГИБДД нет предела. У нас подготовлены обращения госавтоинспекции к участникам дорожного движения, которые будут размещаться через громкоговорящую сеть центрального рынка. У нас достигнуты договоренности с администрацией центрального рынка, а также с руководством Чебоксарского троллейбусного управления. День знаний в последние годы принято отмечать за пределами школ. Да и в учебный год есть охота посетить музеи, театры, другие места. В массовой перевозке детей заведен свой порядок, напоминают госавтоинспекторы. Согласно ему о маршруте, транспорте, водителе нужно оповещать ГИБДД и лучше делать это заранее. На практике же всегда находятся те, кто обязательно нарушит правила. В этих методических операциях все написано, как, за сколько, за какой период времени нужно извещать подразделению госавтоинспекции о том, куда будет планироваться перевозка, на каком виде транспорта, какими водителями. Мы, соответственно, проверяем и водителей, и техническое состояние данного транспортного средства, которое будет использоваться. И в случае, если оно не будет соответствовать каким-то определенным требованиям госавтоинспекции, эксплуатация данного транспортного средства будет запрещена. Между тем, вновь ужесточается ответственность за перевозку детей в автомобилях. Транспортировать их на переднем сиденье до 12 лет разрешено только в детском кресле, а на заднем, возможно, с помощью других специальных приспособлений. Если раньше ответственность за данное нарушение была у нас 500 рублей, то с 1 сентября 2012 года ответственность будет 3000 рублей. То есть, как говорили инициативные группы депутатов, ответственность за данное нарушение надо было приравнять к стоимости средней самого детского удерживающего устройства, чтобы не возникало как бы сомнений у водителей, у родителей о том, что лучше заплатить несколько раз штраф, чем один раз купить удерживающее устройство. А безопасит детей от ДТП еще одно новшество, уверены эксперты. Владельцы мопедов и скутеров сядут за парты, будут учить ПДД и сдавать на права. Для них осенью вводится специальная категория М, получить которую возможно только с 16 лет и только после экзамена в ГИБДД. Детям до 16 лет у нас управлять скутерами и мопедами будет запрещено. Точно так же хотелось бы напомнить, что управлять велосипедом по автомобильным дорогам у нас разрешается только с 14 лет. Дорога безопасности – это целый комплекс самых разных мер. В Чебоксарах создан паспорт дорожной безопасности школ. В нем отмечены наиболее аварийные места в городе. Прописан алгоритм действий школьника. При реконструкции дорог строятся подземные пешеходные переходы. Пока редко, но все же. Такой запланирован на проспекте Ивана Яковлева. Но куда важнее для безопасности детей на дорогах личный пример родителей. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика. Устранение различного рода барьеров для организации и развития малого и среднего бизнеса – одно из актуальных направлений государственной политики. Еще в 2008 году федеральным законом были утверждены правила отчуждение государственного и муниципального имущества, арендуемого субъектами малого предпринимательства. С момента вступления в силу данного закона в Чувашии предприниматели заключили 628 договоров купли-продажи. Из них 316 заключены с предприятиями малого бизнеса. 293 договора с микропредприятиями. Численностью работников – 2,15 человек. В июле этого года в федеральный закон были внесены изменения. Какие именно – в интервью министра имущественных и земельных отношений Чувашии Светланы Янилиной. Изменены сами условия. Если ранее в действующем законе предусматривалось право выкупа, срок был установлен только до 1 июля этого года, то этот срок продлен на 2 года, то есть до 1 июля 2015 года. Это первое изменение. Следующие изменения – исключены те предельные размеры, которые были установлены для субъектов малого предпринимательства. И следующее – также изменены условия. То есть, если ранее они должны были до августа 2008 года арендовать в течение двух лет, то сегодня этот срок тоже пересмотрен. Он установлен до 1 июля 2013 года. Субъект малого предпринимательства должен арендовать это имущество 2 года. Нужно отметить, что внесенные поправки расширяют возможности выкупа арендуемого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности. В связи с принятыми изменениями федерального закона, еще 228 представителей малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться преимуществом при выкупе арендуемых объектов. Из них 144 в Чебоксарах. Общая площадь недвижимости – почти 33 тысячи квадратных метров. Согласно внесенным поправкам, воспользоваться своим правом предприниматели смогут до 1 июля 2015 года. Земля для многодетных семей. Нужна ли такая господдержка или подобные меры не слишком действенны? Ответить на этот вопрос предложили самим гражданам. Опросить жителей республики на земельную тему решили в Минимуществе Чувашии. Чтобы выразить свое мнение, нужно зайти на официальный сайт ведомства и принять участие в вопросе. Вопрос звучит следующим образом. Согласны ли вы, что безвозмездное предоставление земельных участков многодетным семьям – действенная мера государственной поддержки? Вариантов ответов несколько. От безоговорочного – конечно, да, до категоричного – нет. Отвечать можно до 10 сентября. На данный момент проголосовали уже десятки жителей региона. Пока лидирует мнение о эффективности такой поддержки. Ну а тем, кто многодетным родителем пока не является, в Минимуществе предложили представить себя в этой роли и ответить на еще один вопрос. Если бы ваша семья была многодетной и выжили в городе, согласились бы вы взять землю в сельской местности? Здесь наибольшее количество голосов пока собрал ответ, да, но только в ближайшем городу-районе. Прошел уже 91 год со дня смерти нашего великого земляка, основоположника чувашской поэзии Михаила Сеспеля. А его доброе имя и память о нем объединяют людей разных национальностей. В День независимости Украины делегация из Чувашской республики приняла участие в открытии стеллы Михаилу Сеспелю в городе Остер Козелецкого района Черниговской области. Открытие памятника Сеспелю – заслуга Надежды Лисовой, председателя Совета Всеукраинского чувашского общества. Она не только собрала финансовые средства для открытия стеллы, но и организовала людей, которые присматривают и ухаживают за памятником. Стелла из гранита расположена рядом с деревянным столбом, установленным ранее на месте кончины поэта. С чувашским народом нас связывают долгие традиции. Мы чтим выдающегося человека, сына чувашского народа Мишу Сеспеля. Это и есть в поколениях нашего народа. Я хотел бы сердечно поблагодарить всех представителей чувашского народа, что сегодня, в 22-ю годовщину нашей Дня независимости, день рождения нашей страны, мы снова унесли. Пройдет много-много лет, но те традиции, которые заложили наши предки, обязательно найдут свое место в нынешних и будущих поколениях. Дай вам Бог здоровья, счастья, процветания. Дружба между нашими народами была, есть и будет. И наша задача развивать и развивать эту дружбу, и передавать ее к будущим поколениям, потому что Сеспель является скрипящим звеном между нашими народами. В тяжелейшее время для Михаила Сеспеля город Остер приютил поэта. Сегодня его жители с большим уважением и любовью вспоминают основоположника чувашской поэзии. Когда приехал Сеспель сюда, у самой Дакияпенской много было в семье людей. И она взяла его к себе на квартиру. Теперь в Остре появилось еще одно памятное место, которым будут гордиться, показывать гостям и туристам. Сегодня открываем памятник. Сейчас только не надо играть. А кто он такой? Один-два. Миша Сеспель – это деятель по страху. Он из чего у нас не было. Наши делегаты, среди которых Михаил Краснов, Анатолий Кибеч, Лидия Филиппова, были восхищены таким теплым приемом на Украине. Их поразило и то, насколько трепетно и с восхищением жители относятся к творчеству Михаила Сеспеля. Хастар, хитудом до пола, чаршиван хастар очистен, вот кайклан вечер, андюдор, андюдор, кунжом утечень. Татьяна Трофимова, Зоя Яковлева, Республика. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин